Добрый день, дорогие ученики, студенты. Я, Норк Игорь Ильхомович, учитель Бухарского государственного университета, кафедры общей неорганической химии. Сегодняшняя наша тема будет синтез координационных соединений, основные методы очистки веществ. Координационные соединения можно синтезировать в водных и неводных растворах, расплавах, а также в твердой и газовых фазах. В последнее время широко используют неводные растворы при синтезе соединений с необычной степенью окисления центрального атома и при получении соединений, которые в водном растворе из-за гидролиза или совсем не образуются или очень быстро разлагаются. Так, хотя образование силицианатов, цинка, кобальта, хрома, никеля, лантаноидов, марганца возможно в водной среде, выделить координационные соединения на их основе из воды не удается. В то же время из ацетоновых, диметилформамидных, тетрагидрофурановых растворов координационные силицианатные соединения, перечисленных выше металлов, синтезируются сравнительно легко. Часто координационные соединения получают, используя в качестве растворителей, жидкий аммиак, хлорид теонила, тетрагидрофуран, ацетонитрил, диметилсульфаоксид, дисмонохлоридсеры и других. Координационные соединения можно синтеризировать также в смеси растворителей. Например, в ацетоновых и спиртовых растворах часто осаждают соединения с бензолом, диоксаном, петролином и фиртом. Использование повышенного давления и высоких температур дает возможность синтезировать соединения, не образующиеся в обычных условиях. Гидротермальный синтез, проводящийся в автоклаве, позволяет синтезировать полимерные соединения с лигандами, образующими в обычных условиях лишь маноядерные комплексы. Вот, например, в гидротермальных условиях синтезированы координационные полимеры, в которых мостиковыми лигандами являются этилендиамин, тетрауксусная и шавелевая кислота, никогда не образующиеся при комнатной температуре и атмосферном давлении. Необходимость разработки методов использования солнечной энергии стимулирует развитие фотохимических методов синтеза координационных соединений. В современной технике перспективными оказались материалы на основе полиядерных координационных соединений и координационных полимеров, дизайн и разработка методов синтеза, которых очень в наше время актуальны. В синтезе координационных соединений используются химические реакции практически всех известных типов, осуществляемые из-за всех агрегатных состояний. Поскольку в современной координационной химии широко используются как неорганические, так и органические лиганды, используемые реакции относятся к реакциям и неорганических соединений, и органических. а характеризуют кратко основные реакции, применяемые для синтеза координационных соединений. Первое. Непосредственное взаимодействие реагентов, например, синтез карбонилов металлов из металлов и оксида углерода. При этом, значит, металл вступает в реакцию с оксидом углерода и образует комплексное соединение карбонилов. Другие примеры синтеза комплексов непосредственного взаимодействия реагентов приведенного в книжу. Реакции аминов и сложных веществ, органических веществ, содержащих атомы кислорода, многоатомные спирты, кислоты и т.д. Обмен легандом. Эти реакции на боли распространены для синтеза комплексов со времен Вернера. Сальватированные ионы металлов, образующиеся при растворении солей, взаимодействуют с сальватированными легатирующими соединениями. При применении водных растворов, если при замещении легандом молекул растворителя координационное число центрального атома не изменяется, а леганд монодентантен, то у нас получается, что количество легандов будет равно отношению координационному числу и количеству молекул воды. А для металлов четвертого периода это получается равно 6 минус х, поскольку в сальватокомплексах этих металлов наиболее распространено координационное число равно 6. Так, получение продуктов при соединении аммиака к разным соединениям свободится к действию его избытка на водные или неводные растворы солей и металла. Применяется также действие газообразного аммиака на разные вещества. Из водного раствора можно легко синтезировать соединения, похожие на комплексы МЕДИК, которые приведены в... У нас тут синтетические обмены и реакции используются не только для обмена внутрисверных легандов. К примеру, можно посмотреть комплексного соединения никеля и обмена аммиака. И для обмена внешнесверных анионов. Тут приведен пример комплекса кобальта с... Меняется, значит, идет обмен и внешней среды хлора с йодом. Если исходная соль в водном растворе гидролизует, то добавление аммиака в такой раствор приводит к образованию основных солей или гидроксида. Поэтому координационные соединения аминного типа для такой соли лучше всего синтезировать из неводного раствора. Например, растворением безводного хлорида хрома-3, жидкой аммиаки и последующей кристаллизацией можно получить соединение, приведенное ниже, содержащее 6 молекул аммиака во внутренней сфере и 3 атома флора во внешней среде. Из эфирного раствора синтезируют соединения, опять же, похожие на предыдущие. Из ацетинитрильного можно получить следующее. Из диметилформамидного, приведенное ниже, где все металлы являются диметаллами, а приведенное Х это у нас атом серы или шелина. Для синтеза соединений цис-соединений на диметилформамидный раствор хлорида хрома действует этилендиамином. При синтезе координационных соединений может использоваться не только замещение леганда молекул растворителя во внутренней сфере, но и замещение другого леганда. Этот метод удобно применять в отсутствии устойчивых растворимых солей металла. Например, соли многих металлов в степенях окисления 3 и больше очень гигроскопичны и быстро гидролизуют водных растворов. Вместе с тем, эти соли обычно плохо растворяются в малополярных растворителях. В таких случаях для синтеза требуемого комплекса выбирают другой комплекс нужного металла и проводят реакцию обмена с выбранным леганом в неводной среде. Пример такого синтеза показан от нижего. Реакции двойного обмена. Реакция обмена легандов при взаимодействии комплексов, образованных разными металлами и легандами. Эти реакции особенно эффективны, если растворы солей вследствие гидролиза неустойчивы или не удается подобрать растворитель для данной соли. Так можно получить, например, тетрагалогена и тетрамеркураты, цинка, кобальта, никеля, кармии и других Д-элементов. Для этого сначала растворяют необходимую соль в условиях избытка соли калия, натрия, где солем являются галогинииды или псевдогалогинииды, ионы. И дальше к раствору прибавляют рассчитанное количество нитрата или хлорида металла двухвалентного. В осадок выпадает координационное соединение, приведенное ниже. Этот метод часто применяется для обмена щелочного металла на переходной 3D-металл в комплексах различных типов. В химии хилатов этот метод особенно полезен для получения труднодоступных комплексов с донорными атомами СЕР, СЕЛИНА и ТЕЛОРа. Некоторые реакции рассматриваемого типа приведены на рисунке. Эти реакции открыли путь не только к синтезам хилатов с донорными атомами СЕР и СЕЛИНА, но и комплексов с ТЕЛОРом, ТЕЛОР с задержащими легандами, которые вплоть до настоящего времени мало изучены. При нагревании в течение нескольких часов раствора пентадианилата натрия и хлорида переходного металла в тета-гидрофуране реакция двойного обмена приводит к образованию бистиклопентадианилных комплексов металлов. Окислительно-восстановительные реакторы, включая электрохимические. Образование координационных соединений может сопровождаться реакторами окисления и восстановления. Так, координационные соединения КОБАЛЬТА-3 получают из солей КОБАЛЬТА-2. Если окислять КОБАЛЬТА-2 кислородом воздуха, а еще лучше пероксидом водорода в присутствии АМЕКО, то можно получить соединение гексоамин-КОБАЛЬТА-3. Соединения, в которых центральный атом имеет аномально низкую степень окисления, как правило синтезируют в неводных растворах. При этом восстановителями являются активные металлы. Чаще всего это щелочные металлы, оксид углерода и другие. Так, например, деборант в эфирном растворе с амальгамой натрия дают вместе с тетрагидроборатом натрия также и соединения другого типа и тетраборант. В этом же растворитель с аммиаком образует нескольких комплексных соединений. Не меньше возможности оксидительно-растановительных симпезикоординационных соединений и в солевых растворах. Вот, например, хлорид висмута-3 при наличии хлорида алюминия можно восстановить металлическим висмутом по уравнению к следующему виду. Образуется при этом комплексное соединение висмута алюминия. Красно-коричневое координационное соединение висмута-1 имеет температуру плавления 253 градусов. Аксидительно-восстановительные реакции лежат в основе широко применяемых электрохимических методов синтеза координационных соединений. Синтез соединений кобальта, содержащих аммиак, путем анодного растворения металлического кобальта в водных или метанольных растворах аммиака еще в начале 20 века осуществил Чугай. Он же предложил электрохимические методы синтеза аммиакатов, платина и хелатов никеля, тиметилгликоксима и этилиндиамина. Сегодня синтез координационных соединений металлов путем их анодного растворения в присутствии соответствующих аммиакатов стал общим методом. Реакции, происходящие при этом, схемы приведены ниже. Например, посмотрим, что происходит в аноде, что происходит в растворе, что происходит в катоде. Эти реакции не отражают всех стадий электрохимического процесса, которых может быть много, так как электрохимически активными могут быть все компоненты раствора, это леганды и комплексы. Поэтому приведенные реакции схематически отражают лишь образование ионов металлов и основную реакцию комплекса образования. Используя неводные растворители, как среду, в которой проводится электролиз, можно синтезировать комплексы, труднополучаемые другими методами. Посмотрим несколько примеров. Электрохимическим методом синтезируют хелаты, в частности хелаты металлов, с высокими степенями окисления. Примером, три дикетонаты, титана, циркония, гапния, необия и тантала. Электрохимические синтезы бета-дикетонатов доведены до технологического уровня с выходом в 80-90% украинскими и белорусскими учеными. Из-за гидролиза солей этих металлов и малой растворимости комплексов синтез большинства их координационных соединений водных растворов невозможен. Используя неводную среду и добавляя соли тетра-алькило-аммония для увеличения электропроводности раствора, электрохимический синтез бета-дикетонатов проводят с хорошим выходом. Другой пример успешного использования анодного растворения металлов – синтез алкооксидов металлов. Для этого синтез используют спиртовую среду. Спирт одновременно является легандом, образует комплексные соединения с ионом металла. Окислительные восстановительные процессы на электродах широко используют для синтеза комплексов с разными степенями окисления центрального атома. Например, окислительные восстановительные процессы используют для синтеза комплексов металлов с низкими степенями окисления. Комплексы с низкими степенями окисления центральных атомов имеют повышенную реакционную способность, в частности, замещают атомы галогена в галогеноуглеводородах, поэтому электрохимическое восстановление комплекса в присутствии галоген-углеводородов может сопровождаться образованием новых комплексов с углеводородными легандами. Пример приведен ниже образования комплекса никеля. Фотохимические реакции широко применяются для синтеза комплексов, фотоактивации, так и что активации соединения, вызванные поглощенным квантом света, может по-разному использоваться для получения новых координационных соединений. Фотохимические разложения – это фотодиссоциация соединений с частным отщеплением леган. Приведен пример отщепления углекислого газа от карбонила железа. Реакция оксиления восстановления. Реакция обмена, в частности, фотоактивации в возбужденном состоянии комплексы станут более лобильными. Окисление или же восстановление комплекса и обмен легандов, например, фото-восстановление аминных комплексов кобальта-3 с последующей их активацией. Фотоизомеризация комплексов, например, грацинизация оптически активных форм, цис-трансизомеризация, пример переобразования цис-комплекса хрома под действием света, трансизомер с квантовым выходом 0,15, и переобразование транс-комплекса под действием света в цис-изомер с квантовым выходом 0,3. Реакции темплатного синтеза. Синтез легандов осуществляется в процессе комплексообразования. Одним из важных эффектов комплекса образования является изменение свойств легандов под влиянием центрального атома. Весь металлокомплексный каталис основывается на этом эффекте. Координированная молекула воды может проявлять сильные кислотные свойства. Координированные плотиной, олифатические амины, перидин, сульфоаминовая кислота, приобретают способность окисляться пермагонатом калия, тогда как в свободном состоянии в растворе этих соединений пермагонатом не окисляется и того же другого. Просмотрим реакцию образования координационных соединений с одновременным синтезом самых легандов, которые получили название темплатного синтеза или реакции на матрицах. Значительный вклад в разработку темплатных методов синтеза координационных соединений внесли исследование, выполненное под руководством профессора Гербелеву Институт химии Молдавской Республики. Реакции темплатного синтеза координационных соединений с основанием шифа из ароматического ортогидроксиалдегида и алкиламина в присутствии иона металла комплекса образователя были открыты одним из первых случаев. Подобная реакция происходит с разными металлами комплекса образователя, это никель, медь, кобальд. С окислением последнего в процессе реакции кислородного воздуха может образоваться кобальд-3 и многими другими металлами. Изучение кинетики механизмов реакции образования координационных соединений с основанием шифа показало, что различные металлы обусловливают различные механизмы и пути реакции, и все они сложные, многостадийные процессы. Роль матрицы в реакции играет соединение с одним из легандов, например, комплекс с ароматическим ортогидроксиалдегидом. Синтез комплексов металлов с альфа-диаминами В отсутствии металлокомплексообразователя свободные альфа-диамины синтезировать не удается. Компонентами реакции являются альфа-диокетоны, алкиламины и ионы металлокомплексообразователя. В аналогичной реакции с гидроксиламина вместо алкиламина образуются альфа-диоксимовые комплексы. В этих реакциях вследствие тимплатного синтеза образуются комплексы с дидентантными легандами. Ниже приведены примеры образования комплексов с 3-дидентантными легандами. При взаимодействии от ортогидроксибензаллигита с амино-оксусной кислотой или же глицина в присутствии соли и медида образуется устойчивое соединение с 3-дидентантным легандом. Солициладигидроциламина глицина, который в свободном состоянии является неустойчивым и легко гидролизуется. Синтез координационных соединений с основанием шефа с использованием диаминов и их алкилпроизводных. В взаимодействии без солициладигида никеля-2 с алкилпроизводными этиленом и протилендиамином синтезированы координационные соединения 3-дентантными легандами с общими формулами, где их заместители в 3,5 положениях бензольного кольца – алкилпроизводных. Радикалы водород или алкилакваконденсация от аминвензолальдегида приводят к образованию азонометроновых макроциклических систем, которые могут быть выделены исключительно в виде координационных соединений, состав и строение которых зависит от металлокомплексообразователя. В присутствии ионов никеля и кобальта образуется координационное соединение с тетрааза и тетриаза макроциклическими легандами. Медь образует в этих условиях координационное соединение только с тетра-дентантным комплексом. И, значит, вот у нас получаются такие имеются виды синтеза координационного соединения. На этом наш хок закончился. Всем спасибо и добрый времени. Субтитры создавал DimaTorzok